Крещенские морозы – это период длительностью в несколько дней, который народная традиция связывает с приходом самых лютых холодов в году. Чаще всего эти дни выпадают на вторую половину января и совпадают с крещением, празднуемым православными 19 января. Однако, согласно результатам метеорологических исследований, в 50% случаев в период крещенских праздников наблюдается температура выше нормы, а аномальные морозы фиксируются лишь в 30-35% случаев. Специалисты отмечают, что во второй половине января океаны теряют свои отепляющие свойства в азиатской части России и начинают господствовать. Азиатский антициклон, который отвечает за резкие похолодания. Также трескучие морозы на территории России способен принести сибирский антициклон, который приостанавливает согретые гольфстримом воздушные массы. В этом году морозы совпали с датой, к которой их привязывают. В субботу ожидается сильная облачность и весь день будет идти снег. Также умеренный ветер до 5 метров в секунду, с порывами до 9 метров в секунду. Днем температура опустится до минус 16, к вечеру, возможно, опустится до минус 19 градусов. На воскресенье ожидается переменная облачность, так что, возможно, увидим солнце без осадков. Ветер слабый, 4 метра в секунду, к вечеру стихнет до 1 метра в секунду. Но будет холодно, днем температура опустится до минус 20. Такая погода сохранится минимум до среды. Низкая температура, безветренно и безоблачно. Кстати, наши предки всегда наблюдали за погодой в крещенский период, так как существуют погодные приметы, которые позволяют предсказать погоду на ближайшие месяцы и предвидеть, каким будет урожай. Среди основных таких примет можно выделить следующее. Теплая погода указывает на плохое урожай пшеницы, но обильные сборы ржи. Солнце и мороз предвещают очень жаркое лето. Снегопады означали щедрый урожай. Снежная метель позднюю весну, а порывистый ветер указывал на скудный урожай. Звездное небо предвещало обилие лесных ягод и хороший урожай гороха.